Экспрессивный танец в общественном месте на глазах изумленной публики, конечно, тоже поразит воображение любимого. Но одно дело подарок сухопутный и совсем другое – подводное поздравление. Здесь уже хочешь не хочешь, а дыхание задержать придется. Если молодой человек решил даму сердце по-настоящему удивить, угостить ее шампанским под водой и закрепить победу страстным поцелуем. Задача не из легких, но при определенной сноровке и такое возможно. Экстремальный сюрприз в день Валентина устроили своим женам любители подводного плавания – Майрис и Сергей – в школьном бассейне гимназии Золи Туда. Заманить подруг под воду для поцелуя было нелегком, признаются дайверы, но все же это удалось. Пытались пить шампанское под водой. Шарики были. Много. Это то, что одно из. Ой, какой тяжелый. Ну, на 14 февраля хочется что-то особенное. А так как занимаемся дайвингом, ну, наверное, так получилось. Ух, и не просто быть женой любителя экстрима, вздыхает Снежана. Но нас не обманешь. Ее выдает улыбка и глаза. Они блестят от счастья. О таком оригинальном подарке каждая женщина может только мечтать. Под водой шампанское бутафорское. На берегу все иначе. Здесь настоящие брызги искристого напитка, конфеты и цветы. Дамы, говорят, поражены стрелами амура в самое сердце. Плавали в бассейне давно, но вот так глубоко погружаться раньше не приходилось. Немного страшновато. Но когда рядом любимый, страх и естественное чувство самосохранения отходят на задний план. Ну и от романтики к пройзе жизни. Теперь смелые жены учатся спасать своих мужчин. А они в ответ своих прекрасных дам. Отдых на воде прекрасно. Но что делать, если ситуация вышла из-под контроля? Под водой бывает всякое. Можно запутаться в водорослях и встретить морского ежа. Главное не наступать на одни и те же грабли. Кто предупрежден, тот вооружен. Те, кто хочет кататься на яхте, заниматься виндсерфингом или подводным плаванием, должны быть готовы к быстрому реагированию в экстремальных ситуациях, уметь выбраться на берег и самому, и помочь партнерам.